Иракские военные ликвидировали под Масулом одного из главарей исламского государства. Перед этим подразделения армии Ирака при поддержке бронетанковых частей взяли под свой контроль стратегически важный район Эль-Интисар на востоке города, который является последним оплотом боевиков. Подробности в сюжете далее. Силы специального назначения Ирака в воскресенье взяли под контроль шесть важных районов на востоке Масула. Затем поступила информация, что один из лидеров боевиков, Абу Хамза, был убит. Известно, что он был полевым командиром алжистского происхождения. Операция по возвращению Масула проходит при поддержке иракской 9-й бронетанковой дивизии. Мы уже в Масуле, боевой дух на подъеме. Осталось взять еще несколько районов. Сегодня у нас хорошие новости для жителей Ирака. И для тех жителей Ирака, что находятся в Масуле, это тоже хорошие новости. Боевики исламского государства контролируют город уже два года. И теперь люди искренне рады видеть военных на улице. Да поможет вам Бог победить. Да поможет вам Бог убить террористов и отомстить за то, что люди здесь страдали. Теперь мы свободны. Пока войска Ирака отвоевывают свои территории назад, премьер страны прилетел в Бартеллу, пригород Масула, и заявил, что верит, битва скоро закончится. Тем временем боевики реагируют на ситуацию в своем стиле. В результате атак смертников погибли более 20 человек в городах Тикрит и Самарра. Взрывчатка сработала в автомобилях скорой помощи. Напомню, активное наступление на Масул ведется с 17 октября иракскими военными и силами полиции, а также курдскими формированиями при поддержке авиации коалиции во главе с США. Василиса Лукашевич, CCTV.